С 12 часов дня 10 октября в Карабахе действует режим перемирия, но как долго он продлится, никто не знает. О перемирии договорились министры иностранных дел Армении, Азербайджана и России по итогам долгих переговоров, которые проходили в Москве. Сегодня в Степанакерте впервые за две недели пока не звучат воздушные тревоги, но очень многие дома в центре города разрушены. За моей спиной городская электростанция. Прямым попаданием снаряда разрушилась половина здания. Многие местные жители по-прежнему продолжают находиться в своих подвалах и боятся возвращаться в свои квартиры, потому что не уверены, что азербайджанские войска не продолжат обстреливать город. После перемирия тоже они стреляли, были, вот выстрелили, слышно было после, даже того, когда сказали 12 уже будет, но все равно они стреляют, мы слышали. Мы тут получаем новости, а дальше прошу нагнуться. И столовая, и спальня, и там спальня, и там спальня. Здесь спим, здесь едим. Вот в таких условиях мы готовим. Посуда здесь, не поймешь, что это такое. Это на самом деле живое помещение или черт его знает что. Вот от волны бежала, упала. Посмотрите, какое лицо. Почему я должна падать? Мои дети там воюют, а я не знаю, не дозвонится ничего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова